Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Уроженцы Западной Армении Бен Багдикян. Армянская идентичность исламизированной женщины. Азербайджанские военнослужащие. Группа нарушает права приграничных жителей Татуян. Вооруженные силы Азербайджана продолжают провокацию, применив ременометы в Министерство обороны Республики Армении. Азербайджан создан Турцией, чтобы положить конец геноциду армян в Восточной Армении и во всем Законфазе. Выставка «Экспо-Сити-2023» в Албании. Армения объявлена почетной страной. Армянская община Константинополя. Обсуждены подготовительные работы восьмой всеармянской летней игры. Бен Багдикян, выдающийся американский журналист армянского происхождения, своей образцовой деятельностью оставил большой след в своей области, получив пулицеровскую и пиботскую премии. Будучи потомком переживших геноцид армян, родился в дни агонии Османской империи Мараши. В детстве вместе с семьей пережил геноцид и переехал в Соединенные Штаты. После того, как японцы напали на Перл-Харбор во время Второй мировой войны, поступил на службу ВВС США. Служил до конца войны. Будучи журналистом, Бен Багдикян начал карьеру после войны и перешел на работу в газеты «Вашингтон-Пост». Со временем Багдикян стал заместителем редактора руководителя отдела газеты местных новостей. В годы своей деятельности помог популяризировать пентагонскую папку. Оставив сферу ежедневных СМИ, он сосредоточился на более масштабных работах и опубликовал выдающуюся работу, где показал, как несколько американских организаций взяли в контроль большую часть медиаиндустрии. Несмотря на то, что он публиковал и другие книги, в основном он известен своими работами «Новая медиа. Монополия». В годы профессиональной деятельности Бен Багдикян был профессором и почетным деканом школы журналистики Калифорнийского университета в Беркли. Числу произведений на тему исламизированных армянских женщин относится документальная книга «Гюльчичек Гюнель Текина. Черный саван», в которой автор собрал историю нескольких исламизированных женщин. Под заголовок книги уже говорит сам за себя – драма исламизированных армянских женщин. Несколько историй о книге имеют определенные общие черты, характерные тематики, поэтому мы хотели бы коснуться некоторых из этих историй. Особенно примечательна история Вартер Тумачан из села Кубанг Харберта. Незадолго до совершенного геноцида против армян старший брат Вартер бежал в Россию, затем в Америку. Вся семья Вартер и караван были убиты у реки Хизо. Во время ссылки Вартер похищает и спасает от смерти дерсимский курский солдат по имени Джафер Тан, который был среди сопровождающих караван армян. Джафер Тан женится на Вартер, меняет ее религию и меняет имя на Зейне. Фонд Татуян сообщает. Доказательства блокады Арцаха агентами азербайджанского правительства, азербайджанской вражды и реальные намерения. Арман Татуян представил Международную организацию христианской солидарности и международных журналистов. В ходе встречи были обсуждены факты незаконного присутствия азербайджанских вооруженных сил в Арцахе и приграничных населенных пунктах Армении, их преступные действия. Арман Татуян подчеркнул, азербайджанские вооруженные силы грубо нарушают права приграничных жителей, люди лишены законных прав в отношении домов, пазбищ, синокосов и пахотных земель. Их присутствие вблизи населенных пунктов само по себе является нарушением прав мирного населения на жизнь и нарушает безопасность. Вооруженные силы Азербайджана продолжают провокацию. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Армении. Согласно сообщению, 11 апреля около 17.30 подразделения вооруженных сил Азербайджана на том же направлении применили минометные средства. Подразделения вооруженных сил принимают необходимые оборонные меры. Министерство обороны выступит с дополнительным сообщением, говорится в сообщении. Ранее Минобороны сообщило, что сегодня около 16.00 подозрения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по военнослужащим вооруженных сил Армении, выполняющим инженерные работы на участке общины ТЭХ. По предварительным данным, с армянской стороны есть убитые и раненые. По данным СМИ, среди раненых командир особого армейского корпуса Армин Кизалян. Азербайджан открыл огонь по силу ТЭХ, у армянской стороны есть жертвы и ранены. Министерство обороны Республики Армения. Первый защитник прав человека Республики Армения Лариса Аларвердзян в клубе Айли, говоря об Арцахе, фактически находящем в плену у Азербайджана у почти три месяца, напомнила историю. В 1918 году Азербайджан был создан Турцией. Своя задача заключалась в том, чтобы продолжить и завершить геноцид армян уже в Восточной Армении и во всем Закавказье. Поскольку современный Азербайджан объявил себя правоприемником именно этого государства, нужно уточнить, что, будучи принятым 2 марта в качестве члена государства ООН, уже 10 апреля Азербайджан осуществил геноцид, который баронесса Керолайн Кокс охарактеризовала как современная Голгофу. Это произошло именно 10 апреля 1992 года. Таким образом, наследование или преемственность следует понимать именно так, для чего был создан Азербайджан он последовательно осуществляет в разное время разными методами. Геноцид проявляется по-разному. После установления советской власти в 1920 году, когда Азербайджан был признан Советской Республикой, именно с 1920 года на так называемых спорных территориях, аналиксированных Нахачеванами Арцахом, советский Азербайджан осуществлял геноцид различными способами. Включение Арцаха в так называемую Национальную Азербайджанскую Республику имело жесткое юридическое и правовое требование. Нагорному Карабаху, а не НКО, который составляет лишь 1 четвертую всего Нагорного Карабаха, должен был быть предоставлен статус автономии. С 1920 по 1923 год советский Азербайджан не выполнил этого требования. Затягивая все это, привел к тому, что отрезал территорию от всего Нагорного Карабаха и сделал это с целью обделить НКО от Армении. И это тоже геноцид, потому что так армяне Арцаха лишились большей части своей родины. 6 по 8 апреля в Тиране, столице Албании, прошла выставка «Экспо-Сити-2023», в которой впервые Армения приняла участие в лице группы «Конкорд». Как передает посольство Армении в Греции, цель участия Армении заключалась в продвижении армянского туристического сектора двухсторонних и многосторонних торгово-инвестиционных и экономических отношений. Выставку посетил почетный консул Республики Армении в Албании Варужан Пираджан. В первый день выставки количество посетивших составляло более 2000 человек. Гуармения была первой презентацией Армении, состоявшейся в основном в зале выставки. Были представлены живописные места и достопримечательности Армении, различные возможности в сфере туризма. Также армянская кухня и напитки. На презентации Армении была объявлена почетной стороной участницей. В конце гости продегустировали разнообразные армянские вина. В ходе трехдневного визита в Константинополь делегация, возглавляемая председателем Всемирного комитета панормянских игр Ишханом Закаряном, местному армянскому земляческому союзу и спортивным клубам, были предоставлены подготовительные организационные работы 8-й всеармянской летней игры и их ход. Учитывая активное участие и выдушевление константинопольских армян в предыдущих играх, в этом году мы ожидаем большего участия. Прибывшая молодежь из разных стран вот уже две недели проводит незабываемые дни на родине, сообщил Ишхан Закарян. В рамках мизита в Константинополь делегация встретилась с членами спортивного клуба Шишли, представителем константинопольских армянских СМИ, с новосознанным районным советом церкви Сурб Ерурдутюн, членами земляческого союза Себастья, членами земляческого союза Сосун Мотк. Закарян отметил, в предыдущих двух играх один из факелов был зажжен в церкви Сурбхач Ахтамара, другой в церкви Сурб Аст-Пат-Ацен в единственном христианском селе Мусадага Багифе. И в заключении новостей послушаем народную песню Гаруна. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!